итак друзья всем привет это вторая серия обзора нашего города керчь вот этот центр города вторую серию первую мы записывали там по ленинской по театральной приблизительно возле церкви мы и иоанна предтечи закончили вторую серию вот но и так и не дошли до набережной вот а сейчас как раз мы дошли до набережной и вторую серию вот вам представляем вашему вниманию так что ребята повторюсь еще раз специально чтобы сделать монетизацию на канале не надо 1000 подписчиков помогите просто подпиской на ю тубе вот и дальше будут видео интересней вот такой вот центр центр города мы видим ну что там капучино вот синим светится вот дальше и на и у нас идет фишка прошлой серии была фишка а да о чем я говорил просто немножко отвлекся телефон звонил вот а а тысячи подписчиков ребята кому как бы не сильно так сказать затруднит вот нажать на кнопочку красненькую подписаться вот здесь вот короче внизу на эта кнопочка вот подпишитесь на канал просто поддержите чтобы мне купить новый ноутбук специально для нового проекта именно прямые трансляции чтобы делать а вот пока не буду раскрывать все карты вот где будут прямые трансляции но мой старенький ноутбук которому пять лет asus уже немножко так сказать он не потянет еще хороший но он не потянет прямые трансляции я пробовал вот а вот мне чтобы другие серии делать намного интереснее это просто так обзор а там будет ну на самом деле шоу вот надо нанимать актеров на это деньги нужны его первая тысяча подписчиков включают мне монетизацию и собственно будут проекты выходить то более интересней вот но мы идем дальше обзор города керчь вот значит кафе фишку мы увидели вот здесь идет рядом прям с фишка идет музей югниро вот тут очень интересные такие виды рыб там но и тут всякие научные научные люди собираются в этом музее дальше мы там так сказать но ладно уже дальше потом вот дальше куда мы смотрим следующее здание это суд керченский городской суд вот а дальше идет богатикова культура центр богатикова там в общем то всякие представления там зал такой как дк корабел вот короче и дальше дальше мы уже не будем идти мы идем именно на набережную целью устремленно чтобы посмотреть что тут есть на набережной от кафетерий лимонад он кстати работает до 24 часов время работы лимонад пожалуйста заходите салаты кухня там доставка все дела ну и тут рядом галеон идет галеон галеон что могу сказать про него какая моя оценка будет галеону интересное заведение интересное достаточно интерьер такой интересным правда все прозрачно здесь вот но стулья удобные мы тут на семинарах от фонда поддержки предпринимательства участвовали а кстати соли обновили стулья до ткань новая новую ткань обтянули эти синенькие уже стулья то были немножко уже потертые а так а тут еще какой-то ремонт происходил и не знаю что тут сделали в галеоне вот короче какой-то ремонт здесь был вот ну тут есть летняя площадка здесь летом дискотеки проходят вот такая летняя площадка диджеи тут и все такое дальше вот там в темноте у нас идет мчс вот здесь причал такой типа водная станция недостроенная здесь катер сумасшедший этот suzuki 600 лошадей вот швартуется летом здесь кстати яхты вот на этом причале яхточки ну яхточки летом естественные днем до восьми часов вечера катер допоздна до последнего может у него потому что по документам там все оформлено а у яхточек только до восьми часов потому что есть такое оборудование называется а из вот которые определяют ну в общем в море нахождение судна вот и вот этого бешеного катера suzuki 600 лошадей есть такое из дорогой конечно он очень дорого стоит а у этих яхточек парусных нет а из а вот поэтому они с утра и до восьми часов но этого и вполне нормально зато по пожаре так ну а тут декорация вот якорь старый это старинный якорь и пушка не знаю видно не видно но старая пушка якорь сейчас прочитаем якорь кошка железные кованые четырехсторонний двадцатый век длина 224 сантиметра вес 160 килограмм устанавливался на парусных судах найдем вот двадцатом веке терчинском проливе вот такой вот декорация вот эти якоря это чисто на больших парусных короче на парусных этих судах дальше идем дальше такие же самые декорации пушка якорь и еще один якорь здесь такое смотровая смотровое такое вот бинокль вот сюда берем смотрим 50 рублей закидываем сюда в аппарат и смотрим на мост или на проходящие корабли на мост я как-то так вскользь сказал что какой мост мост керченский крымский мост вот здесь у нас видите украли сердечко но сейчас еще лучше стало потому что вместо сердечко можно человечку сюда подходить и я керчь вот ну сердечко тоже классно было но раз уж его постоянно отсюда убирают вот но уже решили навсегда наверное убрать здесь у нас какой обзор ну сразу скажу здесь много водорослей и много мусора как много но достаточно мусора скорее всего с кораблей может не с кораблей может с пляжей я не знаю откуда этот мусор вот ну тут он есть присутствует много много водорослей прям бери и консервы делаясь от их водорослей вот такое вот такой обзорчик но идем дальше вот крымский мост это круче чем новогодняя елка вот крымский мост нам открыли буквально вчера владимир владимирович путин президент российской федерации прокатился тут на поезде он конечно остался доволен все кирчане и все крымчане остались довольными от этого моста это просто супер-пупер наша денежная артерия вот ребята кто кому нравится мост автомобильные или железнодорожный мост просто поставьте лайк не мне а чисто мосту вот чисто за мост вот кто смотрит сейчас вот чисто за мостик именно реально ребята поставьте лайк подпишитесь на канал чтобы набрать тысячу подписчиков что включилась монетизация дальше будет интересная серия это только вторая серия проекта нашего обзора обзор будет у нас будем обозревать рынки керченские магазины керченские керченские улицы ходить везде будем кафешки рестораны и потом и сто всякие автосервисы будем на обзор выкладывать вот так что ребята подписывайтесь ставьте лайки кому не понравился мост ставьте дизлайки вот ну и соответственно колокольчик это уже даже не обговаривается колокольчик там без колокольчика никуда так вот тут девушка ходит тоже нам попалась одна одинешенькая тут ходит так это кто знакомая моя она подойдите я посмотрю нет не знакомая что ходите смотрите мост да вы довольны то что мост нам подключили новый железнодорожный а вы откуда из керчи круто гордитесь городом поэтому и не уезжайте а вот так вы приехали сюда да я снимаю на камеру это кстати новый проект обзор будет ну и ну это уже вторая серия вот я прошел по центру города ну и обзор всех заведений в общем-то и вообще центра города только снаружи но пока вот только вторая серия вот я вас встретил тут начало второй серии 10 минут только не да будет на сайте ой на сайте на youtube канале может быть увидите случайно да саму себя я не знаю вас видно тут темноте давайте как-нибудь вот так вот стану чтобы вот вот так вот вас лучше чуть видно особо и не надо чтобы вас сильно было видно правильно персональные данные да так вы приехали сюда сейчас родились и приехали да хоть набережную надо еще привести немножко в порядок чуть-чуть ее привести но это дело времени вот главное на мост это денежная артерия наша вот пока паромы были это были такие тромбы можно было так их назвать деньги к нам маленькая поступали как бы маленькими партиями а сейчас артерию открыли и все вся россия и весь мир будет к нам ехать и будет из европы в азию ехать это шелковый путь действительно сказали вчера по телеку случайно смотрел новости так вообще телек не смотрю а вчера сказали ну вот именно путина я смотрел как он поехал по мосту сказали что это по шелковый путь будет именно все будет ехать из европы в азию и обратно вы с какого города приехали ухты где 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 ухты ну скажите хоть страну не надо город ну или город знаменитый если город берлин это круто вообще ну там архитектура так сказать может быть поинтереснее в том плане что тут конечно тоже старинная архитектура но там все-таки немцы более так следят у них наверно набережные поинтереснее чем здесь ну да вот я сейчас снимал там вот вы обратили внимание сколько водорослей сколько мусора это же вообще да ну ничего страшного как бы мы переживем это но тем не менее хотелось бы но если бы у нас тут как германии было но это ж вообще идеально было ну да вы по немецкой разговариваете круто и сколько в этом лет уже жить ухты да есть керчи я из керчи но могу честно признаться что я в керчи не все время жил тоже покинул этот город однажды но тоже кстати ровно семь лет прожил в другом городе и уже сколько лет я здесь 2007 года я уже не уезжаю отсюда ну то есть не живу в другом месте так конечно и в сочи был везде в москве жил москву покорял москву то не она меня покорила вот в том плане что вернее может быть так даже непокоренный уехал все-таки любить свой город сюда зимой приехал 2007 здесь все такое серое здесь машин нет людей нет ни фонари не горят ничего вот и в общем то все равно я оставил все и здесь просто из-за любви городу остался именно из-за этого но если вас там ничего не держит такого так давайте дружить я вас так сказать направлю на волну вот на ту волну именно чтобы обратно вернулись но волна есть но вам надо чтобы кто-то вас еще подтолкнул чтобы больше энергии добавить вам чтобы именно огня жару масла в огонь подбавить но есть какие-то обстоятельства есть привязанность есть обстоятельства например муж жена дети семья там и все такое вот это веское обстоятельства вот вы замужем сразу еще как вот видите вот и прекрасно вас ничего тогда больше не держит потому что муж мог бы например быть из берлина вот и сказать не дорогая ты никуда не поедешь вот или выбирая ли я или керчь вот а тут у вас ничего такого нет вот здесь нет то можно смело оставаться но вам надо именно толчок вот вы еще немножко сомневаетесь на берлине круто там зарплаты а там евро там все я перевожу все на деньги потому что благополучие я знаете почему перевожу на на деньги потому что мы очень ждали этого момента когда у нас так сказать в городе и вообще в стране и в крыму произойдет именно вот этот вот момент когда благополучие у нас на станет потому что вот как я уже сказал 2007 году здесь вообще ничего не светилось ну конечно не было уже такого как девяностое вы в каком году уехали ну семь лет назад ровно да это значит 2012 году еще когда при украине вы уехали вот и так остались вот ну а сейчас здесь просто потихоньку дороги начали делать вот потихоньку там пенсии ну как бы хоть и небольшие но бабушки и дедушки уже не жалуются как бы вот так что ну просто мало таких наверно людей кто осознает вообще все вот я же опять к чему говорю вот то что опять мы на эти деньги на все такое на благополучие верну вот почему-то меня клонит к этому вот то что кто люк но в деньгах да но по-любому выражается не то что я такое там знаете алчные там и все такое вот но короче но это важно просто когда допустим жилье живешь где-то в селе там корову доешь огород копаешь и не видел цивилизации не видел всего ну в принципе да с одной стороны да то что у нас хоть сейчас еще пока не столько много людей сколько будет людей сколько должно быть по открытию моста и хоть какая-то природа сохраняется вот так вообще ну вот мы от украины отставали где-то на десять лет от центральной украины мы где-то на десять лет отставали когда перешли в россию ну я почему-то понял что мы уже на пятнадцать лет от россии отстаем от центральной россии ну по всем параметрам вот ну от европы то конечно но уже там даже не знаю насколько вот так что был отсталый город можно сейчас даже посмотреть по нашей архитектуре но по нашему сервису по нашим продавцам там и так далее вообще по нашему да 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 это вот именно да вот деревня деревня вот как при ссср было так и все пришел магазин то там стоит продавец общается по телефону там на тебя не обращают внимание и все такое ну и все в этом духе вот так что у нас еще все впереди поэтому все впереди